Словно в цветах сакуры в осеннем парке, на площадке перед чайным домиком, вот уже в третий раз открывается традиционный культурный фестиваль «Японская осень». Как и всегда, среди гостей мероприятия не случайных людей. Многие брещане уже не один год живут, следуя белорусским и японским традициям, находя в них много общего и интересного. Очень много моментов и нюансов, которых в нашей культуре нет, но они есть в японской. Если взять боевой аспект, например, воинское искусство, то это вот как раз таки исходно нашей культуре, это честь, доблесть. Если же взять моменты, например, чайной церемонии, более духовной культуры, то здесь японскую можно отличить тем, что есть больше нюансов, больше церемоний, больше правил. Сложно представить японскую культуру без большого количества весьма зрелищных боевых искусств. В Бресте есть немало последователей, которые продолжают традиции страны восходящего солнца, тем самым воспитывая в себе выдержку и волю к победе. Как особую часть своей многогранной культуры японцы выделяют искусство чайных церемоний. Традиции, передающиеся из поколения в поколение, актуальны и для современных жителей страны восходящего солнца. Приготовление и подача чая – элемент уважения традиций. И это только часть того, что интересно белорусам в японской культуре. Если мы говорим о молодежи, то это, конечно же, современная культура. Это аниме, это манго, это современное кино. Молодежь любит современную музыку. Но очень приятно на самом деле видеть молодых людей и на каллиграфии, на мастер-классах по традиционному искусству. То есть эта тенденция тоже присутствует. Показ настоящего японского кино, демонстрации азов боевых искусств и элементов чайной церемонии – все это пункты программы одного дня фестиваля. За эти столь скоротечные часы гости мероприятий соприкасаются душой с уникальной японской культурой, ее традициями и обычаями.